Доброе утро! Этим навыком, этим искусством вы овладели, с чего все началось, помните ли вы свою первую работу? Первая, наверное, работа это были, как у многих дизайнеров, это были куклы Барби, и у меня было, я вязала сумочку для куклы Барби. Это было очень давно, думаю, но профессионально начала заниматься этим 7 лет, то есть обросила свою работу, решила уйти в никуда, по зову сердца, да, вот уйти в творческий такой, деятельность. Ну, это такое очень рисковое дело. Ну, я человек авантюрный, мне кажется, если хочешь получить результат, надо вложить все усилия, тогда и будет результат. А с чего вы начали? Это были какие-то интернет-курсы, или это было на уровне интуиции все происходило? Ну, это было мое любимое дело. Затем одну из сумочек увидел мой молодой человек, и он сказал, вот этим тебе стоит заниматься. Я стала понемножку еще работала, нам добавили зарплату, я стала найти деньги, ну, покупать материал. Первые сумочки были вязаны крючком, вот и стала их связала, стала показывать людям, был хороший отклик, и вот решила буквально через несколько месяцев уйти все-таки с работы и рискнуть. Вначале я продавала изделия, которые делала моя сестренка, то есть у меня был опыт продаж, я участвовала в ярмарках, я это продавала через интернет, то есть я примерно понимала, что, в принципе, как это делать, как донести до людей изделия. Ну, вот, а сейчас это основной канал продаж, это соцсети, несколько шоурумов в нашем городе, то есть люди узнают, видят в инстаграме, например, фотографию, у них возникает такое желание непреодолимое, да, вот они хотят эту сумочку, да, то есть такая эмоциональная волна образуется. Ну, это такой вот почти уникальный эксперимент, потому что, видимо, во-первых, эти сумки практически в единственном экземпляре, я так понимаю, сделаны вручную все. Да. То есть я правильно понимаю, вы занимаетесь изготовлением сумок от и до, просто с нуля? От и до, да, то есть тут небольшая часть работ, которых я сделала, просто я хотела сегодня остановиться именно на сумочках с ручной росписью. Это, получается, сумочка не просто как функциональное изделие, это как арт-объект, это как способ выражения, да, вот, своего творческого «я». То есть не компьютером, не лазером, ничем. Да, это ручная роспись, это специальные краски по ткани, расписывает моя сестренка, я шью, то есть, ну, как пример, вот это такая незавершенная, да, незавершенная роспись по коже, то есть это такая картина. Это будущая сумка. Да, это будущая сумка. Очень красиво. А сколько времени у вас уходит на вот, на одно изделие? Вот на такое приколошу. Ну, на роспись уходит несколько часов, затем сушка трое суток и где-то 3-4 часа я шью. А на вот подобную работу на роспись уходит уже дольше. Ну, то есть сначала это расписывается, а потом уже сшивается? Да, да. Вот. У вас сейчас заключается несколько профессий, то есть вы занимаетесь росписью, вы художник, далее вы конструктор. Конструктор. И тут еще кто-то. Ну, и дизайнер. Дизайнер. То есть я уже стала дальше идти, я стала привлекать людей. Вот я привлекла свою сестренку, она художник. Затем, да, я и конструктор, и дизайнер, и, по сути, фотограф, и продавец в своих отделе. Ну, а что дальше? Какие вообще у вас творческие планы? Может быть, стоит расширять производство еще больше? Или большие объемы выпускать, или уже не сумки, а что-то еще? Ориентироваться на мужчин, какие-то мужские изделия изготавливать? Да, бывает много запросов, но я за то, чтобы каждый работал в своей нише. У нас есть замечательные мастера, которые создают сумки из кожи, например, для мужчин. Ну, я делаю то, что мне нравится, то, что меня зажигает. Вот эти вот клачи в таком вот узбекском, да, немножко стиле, и кат, материал, это такая коллекция? Вообще вы как-то по коллекциям выпускаете сумки, или просто вот к чему душа лежит сегодня? Получается, есть модели, которые пользуются неизменным спросом, которые всегда, ну, допустим, на подарок просят, и я их постоянно. Ну, а так, в принципе, у меня какие-то модели приходят и уходят, а какие-то, которые закрепляются, я, конечно, стараюсь, чтобы их было больше. Ну, вот, к примеру, моя сумочка. А, это ваш личный сумочка? Да, я постоянно ношусь с джинсами, с кроссовками, то есть такой вот аксессуар, как аксессуар, это такой акцент образа. А кто ваши покупательницы? Ведь, действительно, некоторые женщины не уделяют особого внимания этому аксессуару сумка, идут на базар, покупают, что удобно, в чем можно носить картош. А вот ваши покупательницы в основе своей, кто они? Ну, эти женщины, вот эти девушки, они мои музы, они меня вдохновляют, они очень интеллигентные, красивые, милые, нежные девушки. Это самые разные профессии, это может быть мама с детьми, это может быть какие-то известные женщины. Ну, не хотела бы их назвать, все они для меня одинаковые, потому что каждая женщина, какая ни была бы, она хотела и хочет иметь что-то особенное, нечто особенное, то, что есть только у нее. Например, мы стали изготавливать сумочки с портретом, уже несколько сумочек, то есть подруги заказывают для своих подруг. И где же этим женщинам вас найти, скажите? Вы можете меня найти в интернете, в инстаграме, меня зовут Батма, и в честь себя она звала свой бренд Батма Бэкс. Да, и каждая сумочка имеет такую вот бирочку, поэтому вы точно не забудете. Спасибо вам огромное, Батма. Спасибо. Вам желаем творческих успехов, в принципе, это такое универсальное пожелание для всех наших творческих гостей, пускай все получается. Ну, а вам, дамы и господа, тоже хочется лучше пожелать плодотворного дня, среда, пускай будет во всех отношениях успешной. А нас зовут Алексей Каренин, Ольга Ковалева, и мы прощаемся с вами ненадолго. Увидимся, услышимся на том же самом месте с утра пораньше на телеканале «Апрель». Просыпайтесь вместе с нами с утра пораньше. Пока. Продолжение следует...